друзья всем привет сегодня будем проходить испытания с варварской пусковой установкой к сожалению вчера не успел я его заснять но тем не менее надеюсь что это видео кому-нибудь еще да успеет помочь ну и для того чтобы пройти это испытание нужно для начала ознакомиться с его правилами здесь все понятно здесь имеется одна имбовая карта вокруг которой строится колод давайте посмотрим на награды естественно интересует самом конце эмодзе не знаю изначально мне она прям вообще не понравилось а сейчас я смотрю и вроде даже ничего и вроде даже и хочется поэтому обязательно пройду испытания и плюс еще большое количество боевых знамен друзья то есть здесь сразу за это испытание за 10 побед мы можем открыть целых два ящика боевого знамени и добыть новые красивые флаги или украшения к ним ну токены ключи золото это все понятно это все стандартно что же для того чтобы пройти испытание нужно для начала собрать колоду давайте этим и займемся естественно в этом испытании главная ключевая карта это варварская пусковая установка на ней мы будем основу основывать нашу стратегию будем брать карты которыми будем контрить эту карту и будем брать карты которые хорошо сочетаются в атаке с этой карты но в первую очередь конечно нам нужно защищаться от варварской пусковой установки для этого возьмем свою колоду вышибалу вышибала лучшая карта для этого испытания на мой взгляд за ту же стоимость в 0 контрит и мортиру и варваров которые выпрыгивают на вышибалу сразу делаем себе заметочку сохраняем вышибалу на вражескую атакующую мортиру но конечно же если будет такая возможность если же вышибалы в руке не будет на момент постановки соперником мортира агрессивной пусковой установки точнее тогда будем справляться при помощи заклинаний для этого в свою колоду я взял землетрясение с бревном эти два заклинания достаточно универсальны более того сочетание друг с другом за ту же стоимость они уничтожают мортиру в ноль возьмем противовоздух летучие мышки отлично сочетаются с пусковой установкой потому как варвары которые из нее вылетают они впитывают урон от вышек долетают до этой самой вышки достаточно быстро и в итоге летучие мышки за счет своей скорости быстренько присоединяются к этой атаке и напрягают соперника по той же причине я взял еще одну противовоздушную опять же быструю карту гоблина с дротиками он и прикрыть мортиру в состоянии и затем очень оперативно перейти в атаку в которой однозначно сопернику будет сложно защититься под прикрытием мортиры конечно же гоблин с дротиками готов творить великие дела ну и куда без чемпионов можно было бы взять например валькирию но я предпочел золотого рыцаря это более агрессивная карта она поможет и в защите справиться с варварами вылетающими из пусковой установки ну и также в атаке конечно же золотой рыцарь тоже не ударит в грязь лицом один из лучших чемпионов сейчас в игре и конечно же именно его я предпочел взять в колоду для испытаний ну а напоследок максимально облегчим колоду для того чтобы у нас был быстрый цикл для того чтобы мы могли крутиться в нужный момент до вышибала и защищаться или до других необходимых в той или иной ситуации карт взял я скелетиков не подходит для этого испытания духи друзья гораздо лучше брать скелетиков потому что дух например он способен остановить не то что остановить а отвлечь только одного варвара затем пусковая установка фокусится на вышке тоже друзья колода собрана и осталось только ей пройти это испытание три победки я уже сделал для того чтобы ролик не получился слишком длинным и собственно продолжаем херби джи против меня надеюсь я правильно прочитала уник может быть и неправильно но я все-таки не владею english нифига себе он вообще читает просто меня зачитал прочитал выставил огненного духа давайте подождем пока банда подтянется убуху как же он подставляется красавчика сначала шикарно прочитал меня потом решила подставиться 6 единицами эликсира под бревнишко и в итоге плюс 4 мне просто подарил просто подарил и сейчас будет страдать будет страдать стопудово потому что эликсира у него сейчас хочу нашелся эликсир это какой вот удивляет чувак вообще удивляет чувак он 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 зашел в это уже испытание чтобы удивлять явно у ее ее и опять опять я почувствовал что-то какой-то наите произошло и надо было прожимать обилку и обилка была великолепна ну что ж ты rbg так плохонько играешь а это хио биджи и и чё-то там биджа видимо давайте я наверное землетряс отдам наверное зря но просто я боюсь сейчас он что-нибудь выставит и не но у него конечно колода вообще никуда не годится он вообще не использует самую сильную карту в этом испытании и с таким конечно же подходом выиграть ему будет очень тяжело ни разу вообще марте а нет один раз он поставил в ответ на мою мартиру но это не серьезно конечно давайте летучих мышк прикрытие плюс потом в атаку плохая обилка от него но у него есть пас рояль поэтому не будем его никак ему сочувствовать потому что он в любом случае пройдет это испытание а вот нам работягам без пас рояля между прочим как бы и посложнее им и поэтому все заслуженно все по честному я считаю проигрывает он так давайте скелетиками спасаем скелетиками спасли огненный дух шмякнется и мы я так думаю выставим летучих мышек и пусковую установку естественно мы топил спусковую установку в этой игре будем по максимуму использовать блин как прикольно варвары летят вообще мне так нравится они же специально еще прорисовали дополнительную анимацию супер и все это вот так вот замутили короче красавцы мне нравится вот новые испытания вот эта фишка с супер картами все это мне очень 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 нравится также друзья мне очень очень понравились варианты ваших челленджей огромное количество крутых идей было все я их выполнить естественно не могу но один из челленджи обязательно за ролик буду выполнять поэтому пишите свои комментарии с предложениями челленджей для следующего ролика ну а сегодня я попробую выиграть отдав вышку одну в начале игры и затем попробую камбэкнуть не знаю получится это сделать в испытании или нет но другие челленджи были более сложные этот мне кажется даже реалистичный этот мне кажется я даже смогу реализовать поэтому давайте отдаем ему одну вышку эту левую бревно у нас есть но мы его не скидываем давай только быстрее уничтожаем и вышку пожалуйста мне нужно больше времени вот наконец-то молодец все вышку сейчас он уничтожит и мы начнем играть не 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 друг только одну вышку ты мне можешь уничтожить мы с тобой я именно на таких условиях играю этот челлендж поэтому не надо все включаемся в игру одну вышку потеряли все по-честному все как вы предлагали и теперь и теперь я буду пытаться что-то сделать вообще в этом испытании без одной вышки уже сложно играть потому что огромный простор для атак открывается у соперника он сразу может на эту половину мне все выставлять и это конечно неприятно что же я думаю настало время пробовать сейчас еще одна партия скелетов вызовется и мы это все давай давай золотой рыцарь не зря же я тебя морозил морозил или как там не суть в общем важно с бревном нет не с бревном с летучими мышками будем дефаться отлично вот и камбэк вот и пошел камбэк до правую вышку забираем бревно на этот раз мы уже скидываем туда куда нужно и теперь терпим наверно не может может его на три коробки сносить надо не знаю пока не определился просто я боюсь еще сейчас какой-нибудь курги пойдет и откуда он еще пойдет вот в чем вопрос давайте вышибал я поставлю так с заделом на будущее давай еще одна партия надо вот так переходить на другую сторону у него сейчас будет core geek не знаю правда откуда но он будет однозначно да мы его сразу здесь перехватываем подхватываем это мы контрить пока не будем это у нас золотой рыцарь сам разберется мы крутимся до еще одной пусковой установки ставим ее летучих мышек добавляем и его по моему сокрушаем просто мы его сейчас должны сломать да все левую вышку тоже забираем ну друзья никакого мошенничество абсолютно по моему по всем правилам выполненное задание поэтому спасибо за предложение сделать этот челлендж мне понравился я думал будет сложнее я думал сейчас за фейлю вообще все три попытки солью но нет мне повезло соперником на самом деле и он не ожидал не что после первой снесенной вышки будет посложнее а вот так бывает так бывает давайте посмотрим на его уровень до 6 471 странно странно играл плохо играл слабо он откровенно что друзья дальше валю по максимуму просто по максимуму сейчас будут играть челлендж выполнен душа спокойно поэтому следующая к . собственно так скелетики нет у меня к сожалению выше баллы это огромный минус давайте подстрахуемся от какого-нибудь рандомного до землетряс придется отдавать надо будет отдавать землетряс однозначно видите плохой цикл плохой цикл в этой игре сразу же проблемки ну такие проблемки на 200 единиц урона 162 если быть точным но теперь у нас есть вышибала и теперь мы будем легко дефаться от его мортиры если он ее поставить сами мы сейчас эти в атаку не можем потому что потому что он выгоднее разменялся к сожалению давайте через гоблина с дротиками ничего себе ты товарищ ну и я землетряса и садам просто потому что он выгодно подставился и мне все равно теслу надо будет убивать чем-то пусть это будет землетряс я думаю что надо перевести игру на другую сторону ой как он ошибается как он ошибается вот теперь точно я перевожу игру на другую сторону смотрим что у него там тесла нет нет теслы есть валька дротиком ему ей вернее наваляем вальки там сейчас должна быть ну я думал вообще что будет тесла мушкетер тоже хорошо поэтому мы этими летучими мышками под спасли нашего гоблина с дротиками и ну и собственно все заплевали заплевали моего соперника землетряс может быть даже был лишний не надо было здесь землетряс потому что во первых еще мартира бы еще одного выплюнула варвара мне кажется больше и в целом это была лишняя трата эликсира короче три единицы эликсира выкинул никуда здесь вышибал и все контрим скелетиками подстраховываемся урон здесь наверно получу но не такой фатальный как могло бы быть давайте сразу же прикрываемся от тесла и летучими мышками а вот этого я не ожидал как бы я мог это ожидать если он этого не показывал скажете вы будете абсолютно правы так давайте вышибала для начала гоблина с дротиками расставляемся здесь землетряс причем я вообще сейчас не парюсь об попадании по его вышки я просто защищаюсь давай еще один булыжник шикарно а я еще и туда попал все вообще красота хорошая игра и опять же моя вышка мои вышки практически не тронуты оказались ну конечно же вышибала в этой в этом испытании просто имбовая карта в быстрым циклом еще практически всегда есть ответ на мартиру стоит те же самые пять единиц эликсира единственное что надо успевать его прикрывать и надо успевать реагировать если его здоровье вдруг внезапно заканчивается и как-то что-то еще выставлять пока с этой задачи справляемся хорошо идем а хорошо идет надо хорошо надо все я здесь я завис на этом мои полномочия все блин придется отдавать землетряс с бревном землетряс бревном тоже убивает все это дело отлично более того еще и плюс мы получается разменялись потому что мы урон нанесли единственное давайте подсейвим нашу вышибала чтобы он вообще может быть урона не получил от элитки не получилось вообще без урона но тем не менее у нас сейчас будет хорошая атака готовим летучих мышек после запуска первого варвара все погнали по моему он сдался разочаровывает разочаровывают вот такие соперники я понимаю что у тебя пас рояль но я-то видео записываю мы хотим зрелищных боев мы сюда просто так что пришли фабиан фабиан разочаровал ты нас пишите что вы думаете по поводу фабиана ничего плохого конечно не пишите но мог и побороться мне кажется зачем так сразу по сливаться какой у него уровень не вот интересно чему он так в себе не уверен а ну понятно он там набрал вообще ну да может и правильно что он просто перестал играть тоже такой колоды я не знаю а давайте друзья еще один челлендж тайм мне так понравилось что-то хочется хочется какого-то прям давайте я попробую выиграть игру просто колоды полностью из варвар варварский сезон варварская колода варварская колода для первого варварского испытания и сейчас набираем все что связано с варварами это у нас таран это у нас что там элитные варвары естественно это у нас кто там еще что там у нас еще и варваров кстати хижина варваров тоже мне кажется интересно в этом испытании заходит но я чувствую сейчас и застрадаю сейчас и застрадаю попадется мне какой-нибудь вышибала и все их она по-моему закончились друзья из карты с варварами до больше варваров нет я во всяком случае не вижу если я забыл варвару то обязательно помните мне об этом но кажется я забрал всех да и возьмем давайте тогда два заклинания землетрясение не бревно уже есть давайте стрелы я возьму наверно или разряд давайте разряд возьму возьму разряд и попробуем вот такой колоды выиграть хотя бы одну игру все варвары мартира разряд на приговор приготовим на прикрытие элитку приготовим на прикрытие погнали разряд у нас есть если что у серьезно это плохо это очень плохо хоть убейте да хорошо это хорошо у это хорошо так это очень хорошо разряд успел нет не успел но таранчик пошел ну естественно один лари геройский остался у меня сколько у него сплэша бамс так чем будем убивать спарки явно будем как-то пробовать окружить ее варварами получается блин сейчас я подумаем ох 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 сейчас плохо будет сейчас будет больно как было больно неприятно и больно ну что у него спарки у него этот самый мега рыцарь но сейчас у него нет эликсира не на то ни на другое поэтому я вот так вот сделаю пожалуй и разрядом или может быть будет у него эликсир надеюсь да хорошо все хорошо продумано все четко исполнили и к этим на левую сторону еще пламенного не мне не нравится мне не нравится играть только варварами это как-то слишком напряжно тяжелая колода и вообще не подходит на самом деле ну подходит частично некоторые карты подходит например хижина варваров я ее тестировал еще вчера активно и она очень даже неплохо здесь заходит но она дорогая очень дорогая и зачем такую дорогую картишку давайте подождем пусть мега рыцарь туда скакнет а он не хочет да я еще плохо выставился ну понятно надо сливать игру сюда разряд это ужасно это ужасно давайте хижину пусковую эту вернее поставим на защитку так здесь разобрались вроде я думаю что тараном буду как-то дефаться таран у меня нет противовоздуха в этом тоже проблема своеобразная как бы такая достаточно серьезная так то проблема но давайте тоже наконец-то пусковую установку зарядим может быть ты пусковая установка запустишься туда куда нужно пламенный продолжает летать имеем не чем убивать вообще не чем убивать вот вам и все варвары разряд готовим разряд сюда значит и давай ли . одну тычечку еще одну тычечку еще так здесь варвары заканчиваются надо продолжать танчить какая жесть какая жесть сейчас элитка из середины я буду нет не элитка мега рыцарь из середины какой-нибудь нет нет мега рыцаря из середины делаем давайте пусковая установка в защиту давайте таран из глубины землетряс вот так разряд разряд туда надо было наверное отдавать или чё так надо еще одно землетрясение я смогу выиграть так здесь элитка здесь все я выиграл фуф вот это было сложно вот это я даже взмок вот это прям не хочу больше такого опыта давайте поменяем обратно колоду может реально реально прям ощущение что я еду на велике в котором в каждом колесе по две палки стоит и как бы и зачем но для того чтобы было интересней для того чтобы вам было веселее на самом деле на самом деле не подходит вообще варвары сюда конечно ни капельки так что там у нас еще было друзья у нас тут еще был вышибал и конечно же и таким такой колодой будем заканчивать можно кстати вместо золотого рыцаря взять например валькирию или другого мини танка который вам нравится но валькирия наверно лучше сюда подходит я взял золотого рыцаря потому что он более агрессивный он еще и в атаке хорошо помогает и только из-за этого сразу сразу воткну варварскую пусто блин ладно с бревном придет защищаться и здесь скелетиков еще добавим на встречных курсах прошли первую катку первую первые размены верней давайте вышибалу придется выстоять хотя лучше было бы наверно золотого рыцаря вышибалу оставить на этого самого на устану установку эту пусковую так погнали и прикрываемся золотым рыцарем опа а как-то плохо он среагировал так-то ускоряться здесь не будем нет никакого смысла равно он там не добежит и отлично все минус вышка не буду даже бревно здесь отдавать пожалуй я думаю что здесь вообще ничего больше не надо отдавать эти варвары разменяются мартира продолжает их выплевывать поэтому собственно все хорошо все в порядке через скелетиков крутимся к вышибали надо плохой разворот вышибал они туда те надо было метить давайте снова мартира прикрываемся золотым рыцарем и летучие мышки в атаку здесь уже прожмусь быстрее убить но это похоже на 3 коронки да он похоже сдался просто тоже когда без челленджи получается очень жестко на самом деле вчера я сыграл еще где-то на 5 аккаунтах пока подбирал колоду идеальную для вас друзья и самого начала было достаточно сложно я никак не мог врубиться какую колоду собрать и 1 за 1 аккаунт я сыграл с двумя поражениями второй аккаунт я сыграл с одним поражением 3 аккаунт я вообще перри слил три поражения у меня было на 5 по моему игре но я там люто экспериментировал тем не менее тогда я уже думал что блин что за испытание такое сложное получается но вот сегодня уже когда собрал эту колоду все достаточно легко пошло поэтому поэтому ее я думаю вам и не стыдно посоветовать любом случае экспериментируйте если вам что-то не зашло меняйте картишки под себя и проявляйте в общем в этом фантазию инициативу делайте как вам удобно друзья я лишь показываю свой вариант прохождения и даю какие-то сопутствующие советы давайте и этого самого и гоблина с дрочками и землетряс здесь отдадим или тучу мышку или тучих мышек еще и накину потому что здесь такая уже ситуация что он просто теряет по моему вышку да да давайте бревнишка здесь скинем побыстрее убить золотой рыцарь отлично танчит теперь ускорение и погнали доламываем снова сдался тоже тем очень быстро сдаются почему-то наверное потому что у них неподходящие колоды что там получается мы прошли уже да получается прошли может быть надо было и первые три игры тоже записать друзья ну кто же знал что будет так честно не знал получили эмодзию получили эмоции надеюсь вы тоже давайте теперь откроем знаете что хочу хочу вот этого хочу очень сильно вот она настоящая сила я ее хочу но нифига мне не выпадет мне выпадет сейчас либо рыбак либо вот что-то из этой неинтересной фигни с высоким шансом почему я говорю рыбак потому что мне вчера на трех аккаунтах выпал рыбак за это испытание и как бы мне он не нравится если честно дайте дайте этого не знаю не спрашивайте как я это сделал я просто вижу будущее но нет на самом деле я просто лузер везет мне не так как хотелось бы ладно пойдет думаю за сезон успеем наковырять большое количество всяких прикольных бэджиков так что друзья поздравляю еще раз с началом нового сезона удачи в прохождении испытания спасибо за просмотр до новых встреч всем пока